Ребята, здравствуйте, с вами Алексей, добро пожаловать на мое новенькое видео, поиграем American Truck Simulator, рубрика обзора модов, и, друзья, сегодня мы с вами посмотрим на International LT. Ох, это, в общем-то, такие, знаете, наши влажные фантазии, влажные мечты о том, что когда-нибудь, всё-таки, этот грузовик появится у нас в American Truck официально. Как вы знаете, состоялся официально уже несколько недель назад релиз International Lone Star, и, в принципе, отличительная особенность этих грузовиков в том, что на LT другой капот, другой бампер, и можно поставить вот эти аэродинамические юбки. Всё, разница больше никакой в этих двух машинах нет. Что касаемо этого мода, ребят, мод этот, опять же, достаточно старый, и здесь, на самом деле, была проделана не менее колоссальная работа, которая была проделана, допустим, на том же Кенворте К100, обзор на который на канале у нас уже был. В принципе, автор молодец, постарался, он продолжает над ним работать дальше, несмотря на то, что Франк Перу, в принципе, выкатил достаточно неплохую уже на момент релиза машину, она была уже похожа на хороший мод, он прям молодец, постарался, сделал действительно качественную машину. Но нашлись ребята, которые, плюс ко всему, это в Steam Workshop добавили, ссылка, кстати, в описании, очень удобно, на самом деле, подписался и забыл. Обновы выходят, ты всегда в курсе, всегда у тебя актуальная версия. И, в принципе, они вот взялись за то, чтобы переделать текстурки, может быть, какие-то лишние модельки убрать, какой-то тюнинг сюда добавить. Короче, прямо они красавчики вообще, на самом деле, молодцы, и, в общем-то, обновление 1.5, если я не ошибаюсь, сейчас уже версию имеет. В принципе, они даже добавили там салон от Lone Star, короче, сейчас всё посмотрим. По кабинам, ребята. А, да, самое главное, здесь были удалены, так скажем, нереалистичные кабины, нереалистичные двигатели, нереалистичные звуки. Вот эта вся вот история, которая абсолютно никакого отношения к этой машине не имела. Все те горе-мододелы, которые сюда начали просто накидывать всякого говна, испортили просто-напросто эту машину. Но теперь она вот имеет достаточно такой приятный, хороший вид и очень даже неплохо смотрится. Итак, кабина Daycap, соответственно, все мы на неё уже насмотрелись. Давайте посмотрим, как у нас тут реализован спальник. Ну, вот как я говорил, да, о том, что нет абсолютно никаких отличий по салонам от Lone Star. Они одинаковые абсолютно. Панель приборов, вот эта вся, всё одинаково, ребят, абсолютно. Сидения, дверные карты, всё-всё-всё-всё-всё. Абсолютно всё одинаковое. То есть, прям один в один. И разницы какой-то здесь прям колоссальной абсолютно нет. Дальше у нас идёт 56 инчи измеряется, как я помню, насколько помню. Именно в инчах у них кабина, американская система. Она маленькая, не обольщайтесь, то, что она сбоку, смотришь, вроде здоровая. Нет, это просто аэродинамические накладки. Сама спалка, как бы, ну, действительно здесь небольшая. Ну, просто добавляется такая шконка, какие-то полки. И, в принципе, да, как-то более-менее здесь уже можно сосуществовать. Опять же, 56 у нас остаётся она по длине такая же. Но она у нас уже получает вот такой вот колпачок интересный на крышу. Опять же, высоты... Вроде высота добавляется или нет? Давайте, ну-ка, сравним. Нет, высота остаётся та же самая. Абсолютно. То есть, просто это, да, аэродинамический колпак, который, ну, просто несёт какую-то красоту чисто эстетическую. Практики в нём никакой нет. Дальше у нас идёт 73 Hi-Rise Slipper. Здесь у нас спалка, по-моему, кстати, сохраняет такую же... Нет, не такую же высоту. Она становится выше. Добавляется вторая кровать. Я не совсем понимаю, как там спать, потому что, ну, места там совсем-совсем-совсем мало. Но, тем не менее, здесь уже и телек у нас есть, и полочки-ящички, прям как на Volvo. И спалка большая. Ну, неплохо-неплохо. Ну, и, соответственно, SkyRise. Это самая высокая кабина. И такая же в International есть, в принципе. И там уже, да, то есть у нас тут можно разгуляться. Высота прям такая здесь у нас идёт приличная. Окошечко там добавляется. Ну, красотулька-красотулька. По типу шасси. Давайте смотреть, что здесь есть. Опять же, ставить всё подряд, ребят, не буду. Просто понимайте, что есть 6х2, 6х4. Соответственно, всё это у нас меняется. Ещё и плюс ко всему по длине самого шасси. Баки у нас остаются всегда одного размера. 280 галлонов. Вот так вот авторы скрутились, чтобы просто не добавлять модельки побольше. Единственное, только можно здесь менять велбейс. То есть, самый большой это 231. Ну и машинка, соответственно, заслуживает с такой-то кабиной. По двигателям. Каминцы, интернешнлские двигатели здесь стоят. Насколько я понимаю, в интернешнлских движках здесь, скорее всего, звуки именно от интернешнл. Давайте поставим какой-нибудь каминц, скажем, где-то так, лошадей на 500, x15, efficiency. Почему бы нет? Коробки всё понятно. Это инфуллеры, ультрашифты, всякая вот эта вот история. Всё это там есть. По обивкам. Друзья, классическое. Что имеется в виду под классическое? То есть, здесь у нас, как я понимаю, идёт салон, непосредственно, который шёл с этим модом. Ну, давайте, допустим, поставим его вот так. Это у нас идёт от Lone Star, насколько я помню салон. Это у нас идёт салон, который шёл с модом. В принципе, скажете, что вау, какие отличия. Но это просто масштабность разная, чтобы вы понимали. Она не переведена здесь к единому масштабу. В принципе, они и тот, и тот одинаково абсолютно компоновку всего имеют. Да, ну, вот единственное только просто, что который от Lone Star, он как бы побольше и выглядит как-то более-менее реалистично. Дальше у нас ещё один Lone Star вариант салона идёт. Но это он уже дублируется, соответственно, с тем же самым идёт он у нас наполнением. Это у нас, опять же, Lone Star. Это уже обычный. Но это, соответственно, также у нас идёт уже Lone Star салон. Lone Star ставить не будем. Мы оставим обычный, который идёт с этой машиной. Аналог вот самого топового салона, который стоит на Lone Star. Оставим его. Покраска, естественно, поддерживается во все цвета. Плюс металлик. Скинов, к сожалению, никаких здесь нет. Только вот этот. И то он выглядит совершенно по-другому. Просто имейте это в виду. По тюняшкам давайте смотреть. По колёсам ничего здесь у нас своего нет, естественно. Здесь у нас вот такие ворнинг-флаги ставятся на случай, если вы повезёте, не габарит. Здесь вот такие хромированные накладочки под фары у нас втыкаются. В этом месте оверсайз сайн у нас идёт. В этом месте накладочки, соответственно, на бампер. Опять же, полный сет можно сделать. Сами бампера. Единственное, что мне не нравится, на полностью крашеном. И почему лично я его не ставлю, если там, допустим, собираюсь сделать какие-то фотки, либо видосы снимать. Здесь как бы вот эта линия, она немножечко такая, ну, пожёванная. Вот эти вот стыки, они очень некрасиво выглядят. И я либо беру, допустим, вот такой какой-то хромированный бампер ставлю, либо вот такой, либо просто я уже выбираю пластик. То есть здесь как-то это просто-напросто не видно. Плюс ко всему центральная часть у нас, обратите внимание, тоже может быть поменена весьма интересная история. Здесь у нас меняются фары, галоген, реалистик, ксенон. Давайте поставим реалистик, просто посмотрим, как это светит. Решёточка радиатора также у нас тюнингуется. Кантовка решётки радиатора также у нас меняется. Здесь у нас вот такой вот дефлектор-мухобойка. Эмблемка вот такая тут у нас ставится. Накладочки, опять же, идут хромированные. Очень много здесь хромированного всякого тюнинга, ребят. Прям вот это действительно такая машина, которая... Это прикол был, когда стрим шёл официальный от разработчиков новогодний. Там писали не Lone Star, а Chrome Star. Вот такое у неё прозвище у этой машины. Chrome Star International, Chrome Star. Потому что там реально дохерищи хрома. И это, наверное, самая большая машина по количеству хрома, которая когда-либо у ECS выходила. Но оно действительно так и есть, потому что хрома там просто до кучи. Накладочки у нас также здесь идут на двери. Зеркала у нас также идут хромированными. Декольки какие-то сюда у нас клеятся, наклейки. Лампочки, видимо, заднего хода. Здесь у нас ставятся мигалки. В принципе, всё по стандарту. Здесь ещё одни дабл LED у нас идут. Вот такие фендерочки, типа для экономичности. Можно полностью убрать их, соответственно. Либо уже, опять же, здесь под хром всё это заколхозить. Ещё одна хромированная накладка. Их тут реально, ребят, очень много хром-деталей. Поэтому не удивляйтесь, ставлю всё подряд. Дальше Flow Below у нас можно поставить. То есть, опять же, эта система призвана экономить топливо. В Америке вот есть такие, кто на ней катаются. Ну и здесь у нас экзоуст. То есть, это выхлоп. Либо можно под классику сделать, но и на самом деле не идёт. Либо вот такой вот уже более-менее современный. По салону. Смена руля. Опять же, несколько его вариантов. Выбирайте, какой захотите под свою комплектацию. Что вы там собрали, то и выбираете. Здесь не меняется ничего. Тут у нас, как я понимаю, идёт навигатор. И, в принципе, всё. Тюнинга салона здесь никакого нет. От слова совсем. Вот и всё, ребят. Вот такой вот у нас получился Chrome LT. Не знаю, как его ещё по-другому обозвать. Но просто понаклеил реально всё, что было, чтобы просто вам показать все возможности тюнинга этой машины. Сейчас мы с вами, друзья, его протестируем ещё раз. Посмотрим именно на то, как работает тот салон, который у нас с этим модом шёл. Не лонстаровский, а тот, который прям вот он реально-реально с этим модом был. Ну и прокатимся. Посмотрим, как он там вообще звучит. Как работает и т.д. и т.п. Всё, ребята. Погнали на тест. Итак, друзья, у нас идёт дождик. В общем-то, вот такое вот у нас красивое рабочее место на самом деле. Подаём питание. Смотрим, что у нас по братачу. Мне вот это прямо интересно. Ну да, он позаимствован целиком и полностью, конечно же, с лонстара. Но это как бы ладно. Это одна и та же, грубо говоря, машина. И начинка у неё, естественно, одинаковая. Итак, дворнички. Первый вариант. Сразу подрубаем второй и третий. Всё это работает. Всё стирается. Всё круто. С внешки. Также дворники анимированы, что не может не радовать. Окей, на этом мы с вами дождик вырубаем, потому что он весьма на самом деле такой мощный габариты. Ближний, дальний. Ух ты, прям такой свет интересный. Смотрите. Какой-то прям как реально реалистичный какой-то. Здесь как бы не слепит, ничего. Но фпс сажает жёстко. Вот так вот смотришь на машину, где-то порядка 70 фпс. Вот так вот вперёд смотришь, сразу до 55 падает. Если дальний врубаешь, то вообще просто система охреневает. Но интересно, да, такой свет прям приятный, реалистичный. Классный на самом деле. Прикольно выглядит. Так, тем не менее, давайте мы с вами снова включим день. Так, что ещё нужно посмотреть здесь? Нам нужно с вами посмотреть на все регулировочки, чтобы работали у нас абсолютно все зеркала. Маленькое у нас работает, худлефт у нас работает, худрайт у нас также работает, боковое зеркало у нас отсутствует, правое зеркало, малое правое. В этом плане всё хорошо. Сидушки, естественно, регулируются, руль у нас также регулируется во всех плоскостях. В этом плане всё нормально. Ну и всё, ребят, что-то да. Запускаемся. На обычный каменс, ребят. Не знаю, прям ничего такого сверхъестественного нет. Давайте расцепимся. Там показал ещё заодно, как это всё работает. Так, даём заднюю. Ой, как было больно сейчас. Вроде зацепились. Да. Всё, поехали потихоньку. Коробка передач, кстати, у нас, вот она там включается. Понижайка там ещё должна быть. Ну, едет и едет. То есть, знаете, прям вот какой-то разницы, за исключением только масштаба, я не вижу по салонам. То есть, они реально, как бы, действительно одинаковые. Разницы в них вообще никакой нет. Даже вот эта кнопочка, блин, нажимается. Они абсолютно идентичные. Как бы, разницы в них нет. Единственное, только, ну, как бы, конечно, да, мододелы, может быть, немножко промахтулись с масштабом. А так... Всё то же самое. Разницы нет вообще абсолютно никакой. Абсолютно вся та же самая индикация, анимация, всё то же самое. Всё так же работает, всё так же светится и всё так же классно выглядит. Что ж, ребят, на этом всё. Вот такой вот у нас коротенький получился тест-драйв. Вообще, на самом деле, очень хочется, чтобы эта машинка появилась в игре. И пусть она появится, хотя бы, знаете, таким сменным модулем к Лонг Стару. Хотя, я думаю, вряд ли, конечно, разработчики пойдут на такой шаг. Скорее всего, если они добавят в будущем модификацию ЛТ, они её добавят именно как отдельным грузовиком. Но, опять же, повторюсь, разница здесь только заключается лишь в том, что морда другая. Навесное оборудование на морде другое. Ну и плюс ко всему у нас можно вот эти юбочки ещё замечательные, красивые поставить. Всё. Разницы больше нет абсолютно никакой. Никакой. Надеюсь, ребят, вы это усвоили, поняли. И будем вместе ждать ЛТ. Всё, ребят. Спасибо вам всем огромное за внимание. Не забывайте, пожалуйста, поставить лайк. Подписаться на канал, если вдруг по каким-то причинам ещё не подписаны. Хотя, блин, обидно на самом деле. И также не забывайте ещё и поставить колокольчик, чтобы новые видосы не пропускать. Ну, а там всё, друзья. С вами был Алексей. Желаю вам всем хорошего настроения. Всем огромной удачи. Пока. И ещё увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok